Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Их называют слугами сатаны и предвестниками неудачи. И все это о безобидных и изящных мини-пантерах. Если покопаться в истории суеверий, корни обнаружатся в Древней Греции. И дело окажется в банальной женской ревности. По преданию, богиня Гера, жена Зевса, хотела предотвратить рождение ребенка Геракла, который был плодом связи ее мужа с принцессой Алкменой. Слуга Алкмены не позволила этому свершиться. В наказание был превращен в черную кошку и отправлен служить богине смерти и колдовства. По другую сторону баррикад оказались знающие толк в роскоши итальянцы. Этих вальяжных животных в Средиземноморской стране защищают и даже превозносят. Чтобы реабилитировать несправедливо скомпрометированных животных, придумали Международный день черного кота. Его отмечают 17 ноября. Дата выбрана не случайно. Итальянская цифра 17, эквивалентно российской 13. Не всем рождаться белым и пушистым кому-то черным гладкошерстным. В мире считается, что черный кот это символ неудачи. Но всегда ли это так? В Европе, например, уверены, что черная кошка символизирует удачу, способствует финансовому процветанию, а молодым девушкам помогает найти достойного спутника жизни. Однако в России сегодня больше тех, кто предпочитает верить в суеверие. Люди считают, что в квартире нет места мистики и, как правило, редко заводят черных кошек. В приюте обладательниц темного окраса больше прочих. Суеверия, да, какие-то. На самом деле просто черные кошки очень своенравные и характерные. Поэтому не каждый готов, да, потому что к ним нужен определенный подход. Они вот, видите, вот брычат. То есть я сижу люблю, но в какой-то момент начинаю показывать свой характер. И, ну, не все, конечно, это, опять же, индивидуально. А так, почему берут, не знаю, может быть, из-за цвета. Хотя, мне кажется, черные кошки – это пантеры своего рода. Ручные, которые можно приручить. Свой характер показывает кот Симон. Уже во второй раз он попадает в приют и снова находится в активном поиске. Дома. Первый раз Симон попал в приют вместе со своей кошачьей семьей, кошкой и двумя котятами из-за переезда хозяев в другой город. Всех разобрали, и кот остался один. Через год и Симон улыбнулась удача в лице новой хозяйки. Но спустя несколько месяцев она заболела и больше не смогла ухаживать за красавцем. Симон снова оказался в приюте. И таких с непростой судьбой здесь около пятидесяти. Сотрудников мало, их задача накормить питомцев. Не всегда остается время еще и на ласку. А для кошек внимание очень важно. Желающие могут взять любого питомца из приюта домой. Но прежде чем забрать животное, лучше приехать и познакомиться с ним. Все кошки привиты, коты кастрированы. К новому месту представители семейства кошачьих быстро адаптируются в любом возрасте. Ведь в отличие от собак, они прикипают душой не к человеку, а к дому. И уже через две недели готовы занять свое царское место, став для хозяина талисманом, приносящим исключительно удачу.